Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире новое ток-шоу «Человеческий фактор» на телеканале «Про-бизнес» и я, его ведущий Сергей Дерябин, партнер нашей сегодняшней программы, компания «Лидер Тим». По стране семимильными шагами идет agile. В условиях текучей экономической грусти компании вынуждены работать более эффективно, сокращать свои издержки, оптимизировать свои бизнес-процессы, искать какие-то новые модели управления. И одной из таких моделей, практически панацеи от многих бед, называют agile. С легкой руки Германа Грефа метод начал покорять нашу страну. Так что же такое agile? Это философия организации будущего или просто модная красивая обертка и такая тупиковая модель, которая по сути не годится для большинства компаний в России? Давайте разбираться. Сегодня с нами в студии гости программы. Валерий Разгуляев, директор по информации компании «Вкус Вилл» и «Збенка». Кстати, одна из немногих компаний в России, которая позиционирует себя как бирюзовая организация. Екатерина Белоусова, директор по коммуникациям компании «Лингва Лео» и экс-пиар-директор компании «Энтер». Вы знаете, что компания «Энтер» с момента формирования создала уникальную корпоративную культуру, которая была очень похожа, опять-таки, на бирюзовую организацию, компанию «Запас». Валентина Ватрак, директор по организационному развитию группы компании «Рамблер». И Виктория Петрова, топ-менеджер крупнейших российских компаний «Русский алюминий», «Базел», «Главстрой», представитель экспертного совета «Люди Пипл». Также хочу представить наших экспертов. Это Андрей Филатов, генеральный директор компании «Ай-Би-Эм», «Россия-СНГ». Елена Вичак, вице-президент по персоналу АФК «Система». И Владимир Драгунов, директор центра функционального консалтинга «Оно», корпоративная академия «Росатом». Итак, что же такое «Эджайл»? Давайте по-русски говорить. Гибкое управление — это концепция, которая позволяет решить родовые проблемы вот этой эротической жесткой структуры. Все вне зависимости от того, корпоративно это с быстрыми социальными лифтами или бюрократическое, где это практически все застыло. В любом случае, есть ряд проблем, которые любая компания, построенная по этому принципу, испытывает просто потому, что они заложены в этом принципе. И как раз гибкое управление позволяет эти вещи все разрешить. Разрешить — это не значит, что разрешить все проблемы в компании. Речь о конкретных вещах — это отсутствие мотивации у людей внизу, это перегруженность руководителей наверху, это долгие принятия решения. То есть все те проблемы, которые очень знакомы большим крупным эротическим организациям, благодаря гибкому управлению, снимаются. И руководители перестают заниматься рутинно, и наконец-то начинают заниматься управлением. Маленькое уточнение. Гибкое управление в отношении всей организации или только управление проектами, проектами развития организации? Это концепция, да, то есть ее можно применять в любой сфере. Разумеется, ее нельзя применить везде, то есть есть вещи, где неприменимо. Но посмотреть ее можно, да, то есть ее можно найти в любой части организации точно. И во всей организации в целом. – Хорошо. Спасибо, Валерия. Екатерина? – По моей оценке, agile на текущий момент в России это скорее метод управления, и метод управления проектами скорее, нежели метод управления… – Все-таки проектами? – Все-таки больше проектами. Смогут ли принципы, которые используются в agile, стать частью философии компаний? Гипотетически – да. Потому что если мы берем основные ключевые принципы – общение, гибкость, изменение, саморегуляция и так далее, – в принципе это базовые вещи, которые могут лечь в основу ценностного контекста любой компании, которая хочет так или иначе двигаться в том или ином направлении. Эффективен agile сейчас в России в каких-то компаниях наверняка дать, но это только в тех компаниях, которые как именно как управление, не проектами, а управлением компанией, организацией компании, но только в тех проектах, которые соответствуют, наверное, требованиям, скажем так, agile. Например, компания подвержена постоянным внешним изменениям, тогда, когда в течение какого-то проекта развития процессов компании на него влияют несколько, и часто влияют какие-то внешние факторы, которые могут изменить. Компания подвержена или она вынуждена меняться? – Она вынуждена меняться из-за внешних факторов. Я не знаю, например, она зависима от чего-то, что меняется часто, не знаю, от курса доллара, условно говоря, в нашей стране. Также, например, agile может быть эффективен в маленьких командах, где 100 человек, 50 человек, где люди общаются, где коммуникация горизонтальная и вполне себе ничего не ускользнет, и саморегуляция может там работать. А в больших компаниях, и для меня это под вопросом, или в компаниях, где, грубо говоря, одно изменение – раз в пятеретку происходит внешнее, которое как-то может повлиять на бизнес. – Валентина, пожалуйста. – Для меня agile – это все-таки метод управления проектами. Проектами разработки. – Проектами разработки. – И даже разработкой. – Лучше всего это применимо в разработке, как это изначально зародилось. И мы, безусловно, та компания, та группа компаний, которая применяет agile у себя внутри компании. Может ли стать agile философией компании и методом управления компанией? Для каких-то компаний, в каких-то утуслих, безусловно, да. И вот как раз интернет, конечно, принадлежит к такой сфере, где это применимо и может быть. Может ли agile стать философией компании и методом управления Сбербанки? Все-таки это иерархическая выстроенная структура, в которой работают 300 тысяч человек, и там этот метод вряд ли будет применим. Может ли стать agile философией компании, которая занимается нефтедобычей, нефтесервисом? Скорее нет, чем да, потому что в этих компаниях, в любых производственных компаниях очень важна простроенность бизнес-процессов, техника безопасности и часто это просто жизни людей. То есть там ты не можешь применять гибкий подход, потому что это может привести к катастрофическим последствиям как для экологии, так и для жизни людей. Agile сейчас стал сильно моден в России, об этом не говорит только ленивый, но я просто сторонник того, чтобы применять эту методологию обдуманно и осознанно, понимая, что она дает позитивного и понимая, что в ней есть негативного. Понятно. Спасибо. Виктория? Я единственный человек, который скажет, а я против. Я против agile. Я объясню почему, потому что я считаю, что это модное слово, которое просто звенит, не имеет под собой в общем-то никакой основы, в России точно совершенно нет. И та самая лекция Германа Грефа, на которую все сейчас ссылаются, я не поленилась ее посмотреть. Знаете, о чем он говорит? Он говорит о разработке новых продуктов, об очень узком, крошечном сегменте. Наверное, он не крошечный для Сбербанка, потому что совершенно понятно, что эра банков в их простом исполнении, так сказать, как ростовщической организации, она подошла к концу. И требуются новые продукты, новые подходы, новые предложения, так сказать, клиентам. И это предложение нужно разработать, оно еще не так очевидно. И в сфере разработки он именно об этом говорит. Он не говорит ни о какой концепции управления, философии управления, не дай бог он не говорит о практике управления. Поэтому я в России не видела компаний, которые управляются вот этим тем, чем управлять нельзя. Мне будет очень интересно посмотреть, если это вдруг взлетит. Но на мой взгляд это не взлетит. Никогда. По одной простой причине. Потому что agile это не методика. Agile это только слова, это только лозунги. Лозунги, причем на мой взгляд, абсолютно противоречащие национальному архетипу, с которым мы имеем дело в России, абсолютно противоречащие той бизнес-ситуации, которая сложилась для нас, для всех. Те экономические и политические регулирования, которые мы сегодня с вами имеем, они требуют абсолютно других подходов и совсем противоположных, так сказать, инструментов применения. И приведу вам один прекрасный пример, на мой взгляд, иллюстрирующий одну из главных ценностей agile. когда, например, работающий продукт выше и больше, чем инструкции или разработанная документация. Так? Так они говорят. Так они говорили нам. На практике. Одно из крупнейших предприятий в России, которые производят различные виды стрелкового оружия. И рабочие мне говорят, если собрать по нашей документации технической, стрелять не будет. На самом деле, это так и существует сейчас. Вот то, что существует во многих организациях, это и есть реализация принципов agile. Но это хаос. Это не организация. Не организация работы, не продукт, не успех компании в целом. Хорошо. Спасибо. У наших экспертов есть какое-то мнение на этот счет? Андрей, пожалуйста. Я бы не стал категорично говорить, что это хаос. Все-таки там это методология, которая обладает определенной структурой. И как раз она нацелена на то, чтобы не получить этот хаос. Но мне кажется, с точки зрения трансформации, сейчас практически во всех отраслях мы наблюдаем потребность в трансформации бизнеса. И то есть нам надо… А вызовом неопределенности? Очень много технологических прорывов. Да, появляются новые технологии, новые возможности, которых раньше не было. Мобильные технологии привели к тому, и облачные технологии привели к тому, что компания может, появившись неоткуда за пару лет, ну как пресловутый Uber, который сейчас даже термин дал в экономике – «уберизация», когда может прийти компания неоткуда и переделать рынок под себя. Дальше все уже под нее будут подстраиваться. Чтобы взорвать рынок сверху, создать новую бизнес-модель. Причин для трансформации может быть очень много. Любая, как вы вначале сказали про необходимость повышать эффективность и так далее. Как повысить эффективность? Надо что-то поменять. А как менять так, чтобы не сломать? И как раз в методологии в этом смысле ничего плохого нет. Она как раз позволяет менять быстро и избегать каких-то негативных эффектов от такой трансформации. Для меня это инструмент, у меня нет глубокой экспертизы применения, но мне кажется, что самое главное для всех – это четко определиться в смысловых вещах. Потому что, если читать манифесты Джейла и людей, которые вы придумали, там нет ничего, что вызывает отторжение. Что люди важны, что конечный результат лучше, чем исчерпывающая документация и так далее. Это, знаете, как есть, может быть не очень такое выражение, шашечки или ехать. Если это история, мы не превратимся в каргоэффект, если вы почитаете, что это такое, когда племена получали продовольствие, из самолетов им сбрасывали, и они не знали, как это производится. И до сегодняшнего момента они создают из соломки, абсолютно полностью моделируют самолеты, вертолеты и так далее, с пониманием, что придут боги, спустят и так далее. То есть вообще не понимая сути происходящего. В общем, нам важно не скатиться в этот каргоэффект, в ожидании чуда какого-то, а если мы говорим про инструменты применения гибкости, если рассматривать это как постоянный механизм улучшения существующих процессов, то вполне себе да. Добрый день, Наталья Солдаткина, компания «Авиньон». Слушая Викторию, у меня сразу возник такой порыв души. Никогда не говори никогда. Очень много идей за последние 20 лет в российском бизнесе вспыхивает и умирает, но многие эти идеи приживаются, трансформируются во что-то, адаптируются на нашу родную почву. Из них получается толк. Но у меня вопрос ко всем, кто выступал сейчас. Конкретные примеры в вашем бизнесе или, может быть, в тех бизнесах, которые вы знаете, есть удачная реализация вот этой идеи на российской родной почве? Друзья, к ответу на этот вопрос мы вернемся после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Друзья, в эфире Токшер. Это шоу «Человеческий фактор» и я его ведущий Сергей Дерябин. У нас из зала прозвучал вопрос, применим ли вообще подход Agile в реалиях российского бизнеса? Есть ли у нас какие-то компании? Можем ли мы привести хотя бы пару-тройку примеров, что это реально работает? На текущий момент я уже год как работаю в компании Lingvaleo. Lingvaleo – это образовательный проект, онлайн-сервис. То есть мы, по сути, IT-компания, мы занимаемся разработкой продукта. Компания в свое время разрабатывала продукт по методу Agile, сейчас она живет по методу… Это продукты, связанные с обучением, правильно? Да, это онлайн-продукт, связанный с обучением, мобильное приложение, веб и так далее. В свое время мы разрабатывали продукт на Agile, используя структуру управления проектом. Сегодня компания управляется по принципам Agile. Слышим людей, изменяемся, гибкие и так далее. Работаем ли мы успешно? Да. 7 лет на рынке, 15 миллионов пользователей? Да, успешно. Вопрос мой внутренний, как человек, который настроен больше на эффективность, быстрее, сильнее, результат, выше и так далее. Могло бы быть лучше? Возможно. Потому что какие-то моменты мешают. Это пример вашей компании. Еще вы знаете на рынке компании другие, которые можно посмотреть? Которые работают по Agile. Грубо говоря, сам Сбербанк не работает по Agile эффективно, например, грубо говоря. И не работает вообще. Но Сбертех, как правильно сказала Виктория, Сбертех работает по принципам Agile, а Сбертех в Сбербанке. Это, по сути, отдельная организация. Есть Сбертех еще. Нельзя сказать, что Сбертех все-таки работает по принципам Agile. Так, уже мнения разные пошли. То есть, вроде как работает, но на самом деле нет. Ну, знаете, общаясь с людьми, которые покинули Сбертех по тем или иным причинам как раз айтишники и переманивая их оттуда, мы получаем информацию, что вот там совсем не Agile. И люди это так не воспринимают. По крайней мере, те принципы, которые имеют отношение к людям Agile. То есть, внешне мы говорим, что это Agile, но люди внутри это осознают, не чувствуют и не понимают. Не ощущают, что это Agile. Вот, кстати, один из вопросов, почему Agile может быть трудно применим на российском рынке, если применим, это в том, что мы еще не готовы, наши люди не очень готовы к таким вещам. Потому что гибкость внутри – это один из базовых принципов человека, который может работать в системе Agile. То есть, это требование к человеку, который должен соответствовать этим принципам. Да, этим принципам. Это внутренние ценности, базовые ценности человека. Мне кажется, что самое главное даже не гибкость, то есть возможность подстраиваться под изменяющие обстоятельства, а нести ответственность. В том числе. В том числе. Ну, с этим вообще у нас беда. Очень многие люди действительно не готовы принять на себя ответственность, что он сейчас в данном моменте принимает решение, которое приведет его к лучшему результату. Вот это вещь, которая осознанность и ответственность воспитывается годами. Поэтому, когда мне говорят про Сбертех, я смеюсь, я тоже встречаюсь с кандидатами, которые приходят как бы из Сбертеха. Да, Валентин, точка зрения понятна, спасибо. Валерий, значит, вы что скажете? Ну, я приглашаю всех коллег, вот кто не верит в гибкое управление, к нам на экскурсии. У нас Евгений Щепин, сотрудник нашей компании, проводит такие экскурсии сначала по магазинам, потом в офисе. Вы общаетесь с реальными руководителями, которые управляют этим принципом в данный момент в нашей компании. компании, на минуточку, это больше двух тысяч человек, это розница, да, то есть это совсем не компьютерная технология, это то, что вот, ну, около земли совсем. То есть вы работаете с конкретным потребителем? Да, то есть это конкретный продукт, который вот он в машинах приезжает, его выгружают, обслуживают покупателя, деньги считают. Физически можно пощупать, даже съесть? Совершенно верно. Вот, вас обязательно угостят, да, на эти экскурсии, в том числе наши продукции замечательные, вот, и вы познакомитесь с тем, как это работает. А что и Джейловут в ваших магазинах? Часто посещаю, не вижу. В наших магазинах, например, нет директора магазина, нет бухгалтерей, то есть там только продавцы-консультанты. И что? Что здесь относится к Джейловуту? Это один из аспектов, это один из аспектов того, что мы не создаем дополнительную управленческую структуру хотя бы в розничных точках. Правильно я понял, что у вас есть самоуправляемые команды? Да, по сути, да. То есть это в каждом магазине существует такая команда? Да, да, да. Однако. А у меня вот вопрос. Вы позиционируете свою компанию как бирюзовый тип компании, да? Если взять чек-лист, например, там взять 10-20 базовых принципов так называемой бирюзовости, в том числе гибкости и прочее, прочее. Вот если вы пройдете по чек-листу этому, сколько пунктов, какому количеству пунктов будет соответствовать ваша компания управления по процессам? Катя, ну это мы сейчас должны будем перечислить сначала 12 пунктов, а потом Валерий нам скажет, какому количеству они соответствуют. Если говорить про четыре этих принципа, то они у нас все в силе и всегда мы их следуем в любом процессе. Ну вот смотрите, коллеги, значит, вопрос от меня. Да, сейчас одну секундочку. Значит, вот в чем, собственно, новизна подхода? Да? 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 Манифест и джайл, в принципе, постулирует очень простые и понятные вещи. Значит, сначала люди, потом процессы и инструменты. Ну, люди у нас всегда были самым главным. Не так ли? Да? Второй, значит, постулат. Важнее реагировать на перемены, а не следовать плану. План у нас всегда был не догмой, а лишь руководством к действию. Да? Не так ли? Дальше. Рабочие прототипы важнее бумажной волокиты. Ну, бумажную волокиту мы никогда не любили и, соответственно, значит, опять-таки новизны я никакой не вижу. Дальше. Сотрудничество с клиентом важнее формального контракта. Ну, формализм мы никогда не любили, у нас общение самое главное, отношения. Не так ли? В чем новизна? Как бы, значит, почему мы именно сейчас аджайл стал так актуален и вот мы сейчас это обсуждаем? Совершенно верно. Именно поэтому, и вот я не согласлюсь с мнением коллег, что это в России неприменимо. Наоборот, Россия наиболее близкая страна для внедрения и использования этой концепции. И то, что мы делаем, у нас получается именно это и доказывает. А по поводу того, что нового, это речь об контроле. То есть, мы говорим о том, что мы должны начать доверять людям, мы должны перестать их контролировать с точки зрения вот этих вот планов, как раз, да, следования отклонения. Ну, насколько это вообще возможно, перестать контролировать нашего человека. Давайте розницу, розницу,полсую, целая. Самый яркий пример нашей компании — у нас вот при наших миллиардных оборотах нету никакого бюджета, при этом мы очень эффективны, вообще никакого. То есть у вас он не утверждается? Не утверждается? Не согласовывается? Даже вот эти продания занимаются отчетами планов на следующий год, там, даже кто-то стратегия занимается, У нас люди занимаются делами, вместо того, чтобы согласовывать бюджет. Любовь Карпачева, гильдия инновационных менеджеров России. Как раз вопрос по бюджету. Потому что правильно заметили, что мы когда что-то внедряем в Россию, мы вообще забываем о том, что за красивыми лозунгами есть технологии. И на самом-то деле в книге Пфлейнинга «Управление на основе гибких целей» там очень четко прописаны эти технологии. И вот две технологии, которые я считаю, что никогда невозможно внедрить, если это не маленькая тусовочная компания шесть человек. Никогда невозможно внедрить. Это что за технология? Первая технология – это бюджетирование. И вторая технология – это распределение денег, получаемых компанией между сотрудниками. Между сотрудниками, то есть выплата заработной платы, премии и так далее. Если бы мы взяли обычную коммерческую компанию, мы бы сказали премирование и ключевые показатели эффективности. Но в компании, которая управляет на основе гибких целей, мы такую формулировку применить не можем. У меня есть такая аутсайдерская информация от ваших поставщиков, что ваши закупщики говорят им, пожалуйста, гарантируйте нам вот такой-то определенный объем продаж. Если вашим закупщикам поставлена выборка поставщиков на объеме продаж, скажите, разве тогда у вас отсутствует понятие бюджетирования «план факт»? Корка не получится ответить, вы лучше приходите к нам, мы вам подробно все покажем, расскажем. Конкретно в данном случае мы не говорим о том, что люди не планируют, просто не надо этот план выполнять. Виктория привела пример хаоса на машиностроительном заводе, но тот машиностроительный завод не применял метод управления GEL. У нас есть яркий пример, когда командные разработки, работая над одним проектом, у которого были определенные продуктовые цели и стояли, в какой-то момент решила, что делать эту продуктовую цель, наверное, хорошо, но вот есть няшечки, которые им интереснее сделать здесь и сейчас. Да, и они эти няшечки пилили, как бы приходят к нам, показывают, посмотрите, как мы прекрасно все сделали. А кто вас просил? Ну, то есть вот в моменте я прекрасно понимаю, что русские люди действительно очень свободолюбивые, им очень хочется заниматься тем, чем хочется. Не любят регламент, не любят контроль. Да, и вот когда ты, как бы, окажется в такой ситуации, говоришь, дорогие друзья, вы прекрасны, конечно, но эта няшечка нам сейчас ничего не дает в отношении нашего продукта, который вас требовал, как бы, пользоваться. И поверьте мне, это происходит на каждом из тысяч рабочих мест, которые существуют в организациях крупных, ну, я работаю в основном с такими, и я вам хочу сказать, что это может организацию просто разнести в пух и прах. Просто. Вот когда не существует правил, когда не существует принципов каких-то жестких причин, чем жестких, я на этом настаиваю. Не, но они уже существуют, вы же, или они гибкие? Ах, дети, вы же сами говорили про гибкость. Я считаю, что не существует. Считаю, что лозунг. Так, хорошо, у нас вопросы зала, да? Компания, главный вычислительный центр у АО «РЖД» Денисова Елена. Я, на самом деле, хотела бы сделать небольшое примечание. Дело в том, что, как вот я услышала и понимаю, и у коллег как раз, которые говорят о том, что бирюзовая компания, есть процессы в организации, которые действительно можно устраивать по принципу и методологии agile, и даже нужно. Это касательно разработки новых внедрений. Если это какая-то HR-технология, которая требуется как раз вовлечении людей, действительно, без этого никак не обойтись. С кем из HR-директоров я не разговаривал, никто не может внятно объяснить, каким образом подход agile можно применять в сфере управления человеческими ресурсами. Я имею в виду, когда HR что-то придумывает, да, он, как правило, это придумал, потом несет бизнесу, то есть директору предприятия, и дальше эта технология, грубо говоря, спускается вниз. Вот это делать нельзя. Должно быть именно при вовлечении, сотрудничестве и так далее. Это если коротко, и в принципе, в нашей организации... Мне кажется, вот это был ярчайший пример того, как работает agile. HR сидит в управляющей компании, что-то придумал. Например, прочитал книжку или посмотрел лекцию... Модную книжку прочитал и говорит, давайте внедрим, да? Да, и услышал слово agile, и понесся в бизнес и сказал, сейчас у нас будет agile. Все отлично, но бизнес вам это заказывал, HR? Это нужно бизнесу, это нужно для того, чтобы компанию на новый качественный уровень перевести? Этот вопрос никогда не задается. Более того, в одном крупном банке 345 миллионов уже запланировано на этот год на обучение этой прекрасной методологии. О, это отдельная тема. А мы потом удивляемся, а зачем это у нас такие проценты странные по кредиту, так сказать, банки нам раздают? А принцип agile в том, что HR... Зачем им думать о клиентах? Вовлекает как раз бизнес, не сам придумывает, а в сотрудничестве с бизнесом разрабатывает технологию. Но есть в организации... Дело в том, что уже создана технология, она же есть. Соответственно, ее все равно нужно не нести как вклад, а внедрять. Не лозунгом, а именно внедрять. Но есть бизнес-процессы в организации, которые, естественно, ни в коем случае нельзя в рамках общей организации проводить по agile. Это юридические вопросы. Мы никогда в суд не пойдем по agile. Это бухгалтерия. Есть законодательство, это есть безопасность. Спасибо. Есть комментарий как раз на эту реплику из зала. Все-таки мне здесь не нравится слово «внедрять». Потому что когда мы что-то внедряем, это... То есть как бы навязываем. Навязываем. Да. Это вот как бы вот... Действительно, это получается хорошо, когда это осознанно выбор организации. Когда люди, которые работают в этой организации, готовы. И я соглашусь... Как это правильно назвать? Если внедрение, то что это? Взращивание, да? Принятие. Это принятие. Это принятие, да? Принятие философии. Да. И это принятие, на мой взгляд, может происходить в инновационных или IT-компаниях. Вот я плохо понимаю, как это может быть в розыгрыше. Я действительно хочу как-нибудь посмотреть. У нас заканчивается время. Буквально очень коротко. Я чем больше вас слушаю, я прям в большее нирване пребываю. Значит, по мне так, agile, это честно говоря, вот если смотреть на него как на инструмент про здравый смысл, ты уприменять можно где и как угодно. Потому что, по сути, это инструменты, позволяющие повышать эффективность. И вы вначале очень прекрасно сказали о том, что мы вынуждены повышать эффективность. Когда организация будет это делать не вынужденно, а сознательно, тогда можно принимать разные инструменты agile в разных местах, там, где это нужно. Понятно. Спасибо. Но амплитуды пугают. Мы к этому как раз вернемся. А сейчас рекламная пауза. Амплитуды пугают. Ток-шоу «Человеческий фактор» и я его ведущий Сергей Дерябин. Мы говорили о том, что agile можно применять во многих организациях. И прозвучало мнение Елены Вичак. Я прошу его сейчас пояснить. Если насмотреть на agile как на инструмент с точки зрения здравого смысла, то все, что заложено в философии, в технологии, в инструментах, можно и нужно использовать, если компания стремится к постоянным улучшениям и совершенствованию своих бизнес-процессов. Как, где и зачем, и кем, и когда, это уже решают. Вот я приведу пример, Елена. Одно дело есть проект разработки IT-продукта. Одно дело есть компания розничная. Другое дело возьмем, например, атомную отрасль нашу. Компания «Росатом». Она строит ядерные атомные электростанции по годами отработанной технологии. Это связано с безопасностью. Это то, что, собственно говоря, выкристаллизовано в течение десятилетий. Можем ли мы изменить вообще эти технологии и сказать, что у нас сейчас пришел модный метод agile, давайте-ка мы сейчас атомные электростанции будем строить по этой. Если вы посмотрите наверняка на согласование договоров по вот этим строительствам, где сколько виз у «Росатома» штук 20 стоит, руководителей, на бумаге, несколько листов согласования. То же самое, например, у нас. Я когда смотрю на электронные, потом получаю в бумаге, потом переворачиваю и ставлю 16-ю подпись, совершенно спокойно технологию agile из серии, что вот как бы упрощение этих процессов, нормальное, здравое, человеческое, чем не кусок agile, собственно говоря. Ну да, когда вы ставите 16-ю подпись, уже понятно, что ты ни за что не отвечаешь. Это совсем не кусок agile, потому что это сокращение потерь. И здесь ничего нового нет, это все, так сказать, придумано нами в начале 20-го века, заинственное японцами возвращено к нам. Это не agile, не как бы не... Вот это модное хлесткое слово, это возможность получить с крупной организацией 345 миллионов. Вот и все. Я бы как раз хотел уточнить, вот как раз начиная говорить про «Росатом», что у нас-то как раз мы смотрим, как можно внедрить agile, мы делаем это очень аккуратно. Потому что даже эта 16-я подпись значит, что человек подписался, а у нас есть регламент, огромная куча регламентов, и понятно, за что он подписался. Когда главный бухгалтер подписывается, там он за финансы, когда технолог, он за технологию. А дальше, если что-то полетит с технологией, будут спрашивать того, кто подставил подпись этого технолога. А другие 15 подписей, ну все нормально, по их проблемам не было. Поэтому, с одной стороны, да, agile, но с другой стороны, главное не забывать про вот эти вот вещи, что даже 16 подписей иногда это важно. И еще очень, вот прям не могу это не затронуть, когда начали говорить про розницу, это госзакупки. Вот для меня лично несопоставимы госзакупки и agile. Ну, кто в госкомпаниях, я думаю, понимает. Но, тем не менее, мы стараемся вот сейчас найти подход, как это скрестить, как максимум эффективности. Да, спасибо, Владимир. Да, пожалуйста. Андрей Пичурин, компания Rusatom Energo International. Мы строим атомную станцию в Финляндии. И как раз вчера, прямо на большом таком совещании, директор официально поручил, значит, разработать, проработать подходы к деятельности проектной команды по принципам agile и SCRAM. С чем мы столкнулись? С тем, что требования заказчика очень высокие, это финский регулятор, и сроки, как говорится, нарушаются уже проекта. И у нас нет другого выхода, кроме как применять все существующие инструменты, ну, естественно, на основе здравого смысла, для того, чтобы ускорить этот проект. Такое ощущение, что agile – это такая хорошая волшебная палочка, мы вдруг ее неожиданно получили, как в чародеях перед Новым годом. А что из того, что мы называем agile, мы не делали раньше в своих компаниях? Все-таки, что такое методология agile? Это методология как можно быстрого доставки продукта до конечного пользователя. В том виде, в котором он ему нужен. В том виде, в котором он ему нужен, или там потом дорабатывается, но пользователь получает что-то очень быстро. Ну, вот, наверное, так. И в соответствии с изменениями, которые происходят во внешней среде. Есть технологические ограничения, например, на то же самое строительство атомной станции. Конечно. Когда мы говорим про строительство атомной станции, я вообще как бы не представляю, что там можно вот так быстро изменить. Ну, вот эти объекты строятся годами, потому что там очень сложная история. И там действительно они сталкиваются с какими-то обстоятельствами, которые влияют на принятие решений. Но это всегда будет сильно зарегулированный процесс, потому что вот там нельзя, ну, как мы вот и на разработке делаем, ну, написали код, не весь его задокументировали. Задокументируем потом, потом забываем. Вы имеете в себе в компании, да? Да, да. Ну, такое бывает. Вот там нельзя это не задокументировать. Ну, правда, нельзя. Давайте не забывать, что при этом в атомной отрасли идет достаточно большое исследование разработки, появляются новые технологии. И вопрос, как перейти от старой технологии к новой, которая более эффективна, которую можно делать быстрее, и чем, какой методологией воспользоваться, чтобы вот как раз не влететь в какие-то проблемы, связанные с опасностью специфики вот этого бизнеса. Поэтому оно, на мой взгляд, никак не противоречит. Я абсолютно убежден, что при строительстве новых атомных станций можно применять технологии agile, методологию agile, ровно потому что она создавалась для повышения эффективности управления проектами. Может быть, не создавалась, может быть, собиралась. Может быть, там, слово создавалось не очень. Я прям даже не могу, молчать не могу. Так, не можешь. Потому что, потому что, я недавно прочитала, я думаю, вот за последние 20 лет огромное количество написанных книг, в основном, американскими авторами, значит, по поводу там и того, и сего, и пятого, и десятого, и фазе менеджмента, и линны, и, значит, там, все на свете. Знаете, почему написаны эти книги? Потому что американское правительство выделило ровно на эти самые цели 2,6 миллиарда американских долларов. Для того, чтобы были написаны какие-то новые методики. А, придумали что-то новое. И есть профессиональные писатели, которые идут в организацию и пишут good to great после этого от хорошего, от хорошей компании к великой. Потому что деньги есть, есть грант, его надо отрабатывать. И вот все, что вы сейчас мне перечислили, даже те, кто является поборниками, вот этого слова, которое мы не можем перевести на русский язык, вот, это ничего нового под солнцем. Вот то, что вы сказали, это здравый смысл, который можно было включить 50 лет назад. Без слова agile, без бесконечных тренингов и фигенингов. Вот смотрите, сейчас появилось на самом деле на рынке очень много компаний, которые обучают технологии agile, скрам. Это достаточно дорого, да. И более того, они специализируются исключительно на этом. Значит, может быть, это действительно просто очередная история зарабатывания денег консультантами. Вот, появилась новая тема, есть, как бы, чего продавать. Да, давайте пойдем продавать. Потом, вы знаете, что лучше всего продается в восконсалтинговом бизнесе? Продается панацея. Продается волшебная палка, мечта, так сказать, сейчас я съем таблетку, и завтра, значит, встану молодой и красивой. Не встанет организация завтра молодой и красивой. Если она не проведет систематическую работу, так сказать, по каждому своему процессу и по каждому своему рабочему месту. Где здесь agile? По сути, вот тут было сказано слово правильно, здравый смысл. Agile применим действительно в любой отрасли, просто в рамках здравого смысла. Мы работаем по agile, но это не значит, что у нас нет системы бюджетирования, планирования, стратцелей и так далее. И бухгалтерская отчетность у вас тоже сдается. И бухгалтерская отчетность тоже есть, и договоры есть. И результат, и ответственность за каждый процесс тоже есть. Просто есть часть, которая нам применима, а есть, которая не очень применима. То же самое в любой компании. Я уверена, что в представительстве энергоблока можно сократить, я не знаю, поставку кирпича какого-нибудь на три дня, условно говоря, применив. Хорошо, Калия, давайте сейчас короткой репликой из зала, и я сейчас вопрос задам как раз в продолжении темы. Вы знаете, я слышала очень много деклараций об agile, о линии, о бережливом производстве, кто с этим сталкивался, я, например, сталкивалась, что такое бережливое производство в России, как его внедряют. Одни декларации. Знаете, у меня такое ощущение, что потом как в золотом теленке. Все было так весело, мы продавали рога и копыта, куда делись деньги. У меня конкретный вопрос. Вы экономический эффект считали, те компании, которые внедрили и работают по agile, он есть этот экономический эффект. Экономический эффект от внедрения agile. Да, и он от этого ли… Спасибо. Я с этого и начала. Работаем там успешно. Вопрос, могли бы ли мы работать более успешно в другой парадигме, по моей оценке личной, как Екатерина Белоусовой, могли бы, потому что мы бы сэкономили на чем-то больше времени, например, отменили бы горизонтальное обсуждение каждого проекта, и там, грубо говоря, я бы не тратила на это 2 часа в день на чтение других документов. Гипотетически да. Хорошо. Катя, Виктория, я знаю, что ты занимаешься как раз эффективностью производства. Да. И уделяешь это много времени. Вот экономически мы можем обосновать, собственно говоря, выгоду от agile? Можно это как-то посчитать? Это мне вопрос. Человеку, который просто против этого слова. Да, вот я скажу. Я считаю, что нет. А вот от моих проектов, от конкретной расчистки завалов в организациях и убирания всех потерь, всей муды, которая накоплена годами, экономический и социальный эффект считается... Если мы говорим про гибкое управление, то за счет чего может быть экономический эффект? За счет затрат на это управление. Любая, опять же, иерархическая организация, вы сами представляете, какие огромные затраты компания несет на вот эту вот сверхушку. И сколько тратится времени на то, чтобы проходил документ снизу вверх, а потом сверху вниз. И какие метаморфозы происходят с этими документами и решениями, которые спускаются. И, ну вот по моей оценке, до 40% затрат компании вот в этом вот лежат. Галер, а если у вас нет бюджета, как же вы это считаете? Оценки? Нет, мы считаем. Смотрите, как бы... Вы считаете экономическую эффективность? Мы все считаем. Мы просто считаем то, что было, а не пытаемся спрогнозировать то, что будет. Мы пытаемся планировать, но не выполнять эти планы. Не знаю, как в организации в целом. Наверное, невозможно посчитать это agile эффект. А в проектах очень можно. Это сокращение сроков реализации проекта. Вскоре сейчас является одним из самых больших конкурентных преимуществ в организации. Сокращаются сроки, появляются деньги. А качество? А стоимость? Стоимость сокращается. А это никто не отменял. То есть в рамках agile это же не противоречит. Ну вот давайте про розницу. То, что мне непонятно, то, что я могу четко сказать. Мы встречаемся с розничной компанией между собой и обсуждаем, кто что внедряет и как что получилось из этого. И когда мы сравниваем и видим, что похожая сетка сделала в течение года и за миллион, а мы сделали за месяц и за 100 тысяч, ну как бы вот сразу вот она эффективность. Вот и сравнение, да? Так, понятно. Мы сейчас сказали про лин. У нас в Росатоме лин был гораздо раньше, чем появился вот этот термин agile. И у нас это называется система PSR. При этом есть реальные проекты по сокращению затрат, по повышению эффективности. И реально считаются экономические эффекты. Но это пока что еще как бы не agile, но уже лин, вот что-то такое. И да, есть большие проекты, где миллионные эффекты, и они действительно оцифрованы. То есть это в Росатоме можно узнать. Хорошо, коллеги. Есть еще одна тема, которую можно рассмотреть чуть-чуть, выходя за рамки собственного бизнеса. Насколько я знаю, в целом ряде государственных органов таких стран, как Норвегия, Новой Зеландии, даже в Соединенных Штатах, уже используют этот подход. Вот мой вопрос, может ли agile быть применен в наших госкомпаниях, значит, ну, Росатом уже там сейчас обсуждаем, но и не только в госкомпаниях, а в государственном управлении в России. Давайте подумаем на эту тему. У нас сейчас близится перерыв и продолжим после рекламной паузы. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире ток-шоу «Человеческий фактор». Я его ведущий Сергей Дерябин. Мы говорим об agile и наш вопрос, возможно ли применение этого подхода не только в госкомпаниях, но и в органах государственного управления, в частности в России. Есть ли какая-то позиция на этот счет? Можем ли мы об этом вообще в принципе говорить, либо об этом говорить пока очень рано? Сегодня? Нет, невозможно, я думаю. Но посмотреть, где это можно использовать реально. То есть у нас самые-таки госкомпании, это Ростехнадзор, например, с которым Росатом все время общается. Сегодня, ну, конечно, это даже будет смешно звучать, что там какой-то agile. Как мне кажется, вот первый промежуточный момент, если госкорпорации смогут внедрять это у себя, то госкомпании это следующий шаг. И мы должны посмотреть, как госкомпании это внедряют, и только после этого можно уже говорить о госкомпаниях таких вот, как министерство и так далее. Ну, давайте я вот еще... Ну, просто смотрите, если... Я хочу привести пример про правительство Москвы все-таки, да. Но у нас там есть портал МОЗ-услуг, где они пытаются стать ближе к своему клиенту, да. Когда меня спрашивают, как бы проведите оценку, у меня там много разной обратной связи, но то, что ты видишь вектор, да, когда они пытаются ближе быть к своему клиенту и доставлять ему какой-то сервис, да, есть попытка каких-то примеров, да. Применяют ли они там реально методологию agile, сомневаюсь, да, но как бы стремление того, чтобы доставлять продукт до клиента как можно быстрее, да, есть. Просто смотрите, если даже сейчас, Андрей, в коммерческих компаниях применение этого подхода требует достаточно серьезной трансформации ментальности людей, да, то насколько это вообще реально, значит, для органов государственного управления? Смотрите, мы говорили о том, что все, что делает agile, все как-то вписывается в рамки здравого смысла, и есть за этим, ну, может быть, какие-то элементы методологии, которые, в принципе, не новые, ни один из элементов agile нельзя назвать принципиально новым. На мой взгляд, применение портала госуслуг, появление вот этих многофункциональных центров, куда можно, да, центров обслуживания населения, я считаю, это классический agile. Ну, по мне, вот, с точки зрения органов государственной власти, вот это те изменения, которые хотела сделать, и видя трансформацию этих различных учреждений, департаментов и так далее, которые сейчас вместе работают слаженно, и скорости выдачи документов, не знаю, паспортов, еще чего-то, ускорились настолько, что, ну, во многих странах такого нет, люди ощутили на себе. Поэтому, мое мнение, что это вот есть пример, и, может, они не назвали это agile, но то, как они на это переходили, мне кажется, там много можно увидеть элементов agile. Сейчас даже права, я, насколько знаю, будут выдавать через эти центры. Совершенно верно. Я говорю, это все элементы agile можно найти в этих подходах, поэтому, отвечая на вопрос, я бы ответил, да, можно, вопрос, надо ли это назвать agile, мы говорим, что у нас теперь agile government, ну, наверное, преждевременно. Надо просто делать и идти навстречу клиентам. Agile, по сути, это обертка, которую дали тем самым нормальным принципам здравого смысла, по которым должна развиваться там организация, госструктура, кто угодно, человек, в принципе, жить должен по там... То есть идти надо от сути, а нет внешней оболочки. Едешь на работу, Яндекс показал прямо, да, но это же не означает, что не надо подумать, и может быть действительно там как-то сбоку объехать, это же гибкость, изменения там и так далее. Ну, вот как бы то же самое с бизнесом, с госструктурой. Кстати, Яндекс прекрасно agile, потому что существует два алгоритма. Яндекс.Такси пользуются одним, а все остальные пользуются другим. У нас есть еще одна такая вот тема, которая лежит рядом с agile, это скрам. Еще одно такое волшебное слово. Мы можем как-то высказаться по этому поводу. Это один из методов agile, да, либо это самостоятельная какая-то технология, либо это просто метод, один из методов управления проектами, значит, все время идет сравнение waterfall, значит, agile, скрам, да. Валерий, можете дать какую-то? Да, я тоже интересовался технологиями при внедрении в нашей компании. И это, скажем так, набор инструментов, который позволяет выстроить определенным образом работу как раз в рамках тех концепций гибкого управления, которым мы следуем. Ну, мы для себя это, скажем, используем в рамках, может быть, разработки, именно программного обеспечения, да, которым мы используем. Но вот в других сферах компаний мы не используем, да, не видим необходимости. Не применимо, да. Андрей, а у вас есть такая технология? У нас есть очень большая, наверное, крупнейшая в мире организация исследований и разработок, то есть крупнейшая в мире частная научно-исследовательская организация. И там, безусловно, мы используем технологии, в том числе и скрам. Но я затрудняюсь сказать, как это может быть применимо в бизнесе, потому что, мне кажется, это вот опять появилась модная тема, и не бывает универсальных таблеток от всех болезней, поэтому любая технология имеет свои... Есть очень понятная вещь, это спринты, которые ты делаешь в определенное количество времени, и, соответственно, у тебя выходят релизы точно в срок, и идет постоянная рефлексия по поводу того, как это было сделано, какие были проблемы в команде и так далее. То есть это, мне кажется, то же самое может быть применено. Скрам — это действительно технология разработки, agile — это более зонтичное понятие, но одно является развитием другого. По поводу скрама хотел один момент сказать, с которым мы сталкиваемся со сложностью. Один из принципов — это нет многозадачности. Один человек на одном проекте. Лично у нас, ну вот смотрим, практически невозможно выдержать многозадачность. Всегда разделение труда, кто-то один что-то умеет и этим занимается. Скорее даже из удачного примера просто работала в компании, в которой сам собственник принес методологию, идеологию. Долго с этим сам работал, и через полгода он дозрел до того, что он захотел весь топ-менеджмент, собственно говоря, посвятить в проект. И он сказал, те, кто возьмут, возьмут, те, кто не возьмут, ничего страшного. Я хочу сказать, что после страцессии, которая была, практически все топ-менеджеры, а там порядка 10 департаментов, захотели перейти на скрам, и это было внедрение agile через подходы скрам. Более того, ты проходишь по этой компании, она одна из самых быстрых, у нее один из лучших сервисов, я просто знаю. Вы можете назвать эту компанию? Да, Бао-сервис. И если мы говорим, ты ходишь по этой компании, и ты видишь, финансисты сидят, доски, to do, to done и так далее. У них уже был до этого канбан, у них уже был канбан, но им нормальные люди объяснили, как можно на канбан наложить скрам, и они пошли по agile методологии. Они приняли эту философию, они разработали ценности, они приняли, они с этим живут. Это реальность, поэтому я хочу сказать, что пример полугодового перехода на скрам отдела продаж, где появился продуктованер, появились скрам-мастера, с продавцами работают утром, 15-минутные планерки, и на демо сходится практически 90% персонала. Им настолько интересно видеть успехи друг друга, и они просто гордятся, что эта компания одна из, ну она русская, российская компания, не западная. Хорошо, смотрите, все равно произошло внедрение сверху. То есть первое лицо приняло для себя решение, что это ценно, полезно, и давайте мы это сделаем. И топ-менеджеры с этим согласились. Они согласились, потому что им первое лицо сказало, или потому что они сами так вот вдруг обратились в эту веру. У меня вопрос ко всем, кстати. Как и положено очень часто, когда ты внедряешь какие-то новые подходы, ты сначала это делаешь в качестве эксперимента на каких-то департаментах. Из отдела продаж были взяты экспериментальные отделы, самые плохо продающие. И подходы agile, а там действительно были коучи, которые так и называют agile вне IT. Есть такая специальная компания, не буду ее назвать. То есть они обучили конкретное, взяли пилотный проект, да, и реализовали на департаменте продаж. Реализовали, показали успехи. И после двух кварталов работы двух департаментов, которые просто были очень отстающими, и как они стали выполнять планы, как они перевыполняли. Пришел IT, у которых и так был сканбан. Теперь мы хотим канбан и скрам вместе. То есть у них реально это пошло. Это взлетело в этой компании. Я видела результат, могу сказать, что надо просто уметь это применять правильно. Любые принципы, любая философия, это часть корп-культуры. Корпоративная культура есть не что иное, как модель поведения топ-менеджмента. Если топ-менеджмент лица первого лица, второго лица, третьего, десятого лица не будет проявляться и не будет следовать таким вещам, которые они принесли или кто-то им принес и убедил их в том, что это надо, то ничего этого не взлетит никогда. Катя, ну вот, насколько я знаю, мы сейчас, может быть, ближе подходим к тем самым бирюзовым организациям. В компании Запас же, когда объявили переход на эту методологию, эту философию, людям сказали, что вы можете сделать выбор. И кто не хочет, может уйти. И, насколько я помню, 14% людей получили, значит, вот эти акции компании, и они ушли, потому что они не согласились с этим. Но получается, что 86% они остались. И пример Запас, это все-таки сейчас… Запас изначально, когда Тони Шей решил выстраивать такую корп-культуру в этом направлении, он людей себе подбирал, соответствующих, потому что, насколько внутренние принципы человека коррелируют с принципами и ценностями компании, настолько проще будет потом что-либо внедрять, менять и так далее и тому подобное. Потому что если у человека внутри заложена гибкость внутренняя какая-то, то ему легче и в философии изменений. Если же человеку проще делать по инструкции системно, вот партия сказала, надо, комсомол ответил, есть, ну не надо ломать человека. Ну понятно, да. Ну, допустим, у нас в компании не выживают люди, которые переживают, если они отклонились от плана. Ну, то есть, если что-то пошло не так, вот это просто невозможно, да, как бы… То есть гибкость, она и есть в вашей культуре? Конечно. В интернет-проекте так не может быть. По-другому, да, нельзя. Там все постоянно меняется, да, поэтому… Да, пожалуйста, нас реплика взяла. Замечательно было сказано, что в запасе ушло 14% персонала. Теперь я задаю вопрос. Реально здесь сидящие HR-директора верят в то, что во времена вот такой высокой турбулентности, безработицы, экономического кризиса… Несогласные люди уйдут из компании. Несогласные люди покинут вашу компанию. Обычно люди, чьи ценности не коррелируют с ценностями большинства, обычно их организм компании отторгает, как занозу отторгает. Людям просто некомфортно становится работать с этими людьми в этих отношениях, принимать такие решения. Да, Анна, давайте, последняя реплика. Какое отношение разделение этих ценностей имеет к аджайлу? Это элементарная вовлеченность, над которой работают и чары, и первые лица, и все остальное. А можно я отвечу? Действительно вовлеченность, но как раз проблема иерархической организации в том, что низ не вовлечен вообще, и это болезнь этого принципа. Отдавая власть вниз, вы тем самым вовлекаете людей ее использовать. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и обсудили тему аджайл. Если коротко делать какие-то выводы, то насколько я услышал наших выступающих, гостей, экспертов, любой метод, который изобрело человечество, он полезен. Надо лишь понимать его предназначение и его ограничения. И использовать тот самый здравый смысл. Мы с вами были на передаче «Человеческий фактор». Надеюсь, увидимся скоро. До новых встреч. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.